Какая теория заговора и люди, верящие в нее, вас по-настоящему вымораживают? Люди, которые утверждают, что высадка на Луну была сфабрикована, не может быть, что они вообще верят в существование Луны. Эта теория выглядит еще тупее, если учесть, что Советский Союз с удовольствием разоблачил бы этот фейк. При этом мы регулярно слышим истории о том, как один старик пишет книгу о какой-то секретной миссии тех времен. Как, по их мнению, целые гребаные отрасли, занимающиеся ракетостроением, смогли бы сохранить такой секрет? Вам даже не нужно обладать какими-то специальными техническими знаниями, чтобы понять, что эта теория заговора полная херня. Более того, первыми, кто поздравил США с высадкой на Луну, были как раз Советы. Их программное обеспечение и аппаратура слежения позволили отправить поздравительное сообщение в момент приземления лунного аппарата. Башни 5G, распространяющие ковид. И вообще, любые заговоры, связанные с ковидом, все они абсурдны. Предположим, теория о том, что вакцина сделана так, что убьет нас через несколько лет вверна. Нелогичнее ли было бы властям распространить еще более смертоносную болезнь, от которой вакцина и ревакцинация защитит нас, а людей, не сделавших прививки, в итоге убьет? В верхушке было бы это выгодно, поскольку таких людей труднее контролировать, а мы послушные овцы. Оптометристы нарочно делают людей близорукими, выписывая очки даже в тех случаях, когда этого не требуется. Они делают это, чтобы продать людям больше очков. Я работаю в оптике и сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые отказываются носить очки, говоря, если я начну их носить, то мое зрение станет только хуже. Но это не так работает. Меня, как масона, бесит теория заговора о том, что мы управляем миром. Мы едва можем организовать вечер кари, не говоря уже о том, чтобы управлять миром. Все, что мы делаем, это ставим несколько аллегорических пьес, собираем деньги на благотворительность и выпиваем. Да, мать его, новый мировой порядок. Похоже на то, что сказали бы те, кто реально управляет миром. Плоскоземельщики. Честно говоря, эта теория меня веселит. Чертовски забавно наблюдать за умственной гибкостью, необходимой для того, чтобы рассуждать о плоской земле, опираясь на реальные научные факты. Отец моего лучшего друга верит в плоскую землю, а я в армии занимался спутниковой связью. У меня с ним были долгие разговоры. Я не терял надежды, думая, что смогу помочь ему увидеть свет, разбив все эти различные неточности в его логике. Однако он сказал мне, что все спутники фейковые, гравитации не существует. Солнце находится в 80 километрах от нас, а ледяную стену защищает военно-морской флот, состоящий из тысячи кораблей. В конце концов, он заявил, что я винтик системы, который в этом замешан. Он знал меня с 13 лет, но теперь считает, что я участвую в сохранении этой тайны. До меня никак не доходит, чего, по их мнению, якобы добиваются ученые всего мира, собравшись вместе и заявив всем, что Земля круглая. В чем смысл столь масштабного сокрытия реальности? Я понял, если мы убедим людей в том, что мир круглый, ими будет легче управлять. Это же очевидно. В этом году несколько друзей и родственников начали пропихивать тему с появившимися разноцветными таблетками фентанила, которые выглядят точно так же, как конфетки Smarties. Говорят, что теперь нужно смотреть за тем, что за конфеты едят наши дети. Каждый раз слышав это, я спрашивал, каким образом кому-то может быть выгодно, анонимно и бесплатно раздавать такие вещества школьникам. Да, конечно, у кого-то просто может быть желание убивать детей. Но люди, владеющие большими запасами запрещенных веществ, обычно хотят их продать, а не убивать людей. Им нет никакой выгоды в том, чтобы подсаживать кого-то на став, если чел не может за него заплатить, или хотя бы потом найти тебя, чтобы купить еще. Мой любимый ответ на все эти пугающие посты. Будьте благодарны, что вы прожили жизнь, в которой вы, очевидно, не знаете, насколько дорогими являются запретные вещества. Никто не будет раздавать это дерьмо бесплатно. Теория заговора о том, что вакцины вызывают аутизм. Я как-то познакомилась с семьей антипрививочников. Их ребенок, очень милый, удивительный и талантливый мальчик, страдал аутизмом. И хотя ему было 12 лет, психически он был развит примерно на 6-7 лет. Его родители рассказали мне о том, что с ним все было в порядке, пока в 2 года ему не сделали прививку, и с тех пор все пошло кувырком. А еще следует добавить, что у них был старший ребенок, который также имел некоторые отклонения в обучении, но они не знали причины этого. Кроме того, они были убеждены, что когда в пасмурные дни над их участком пролетают самолеты, да, даже коммерческие, они рассеивают облака химикатами, чтобы не было дождя, что в свою очередь приводит к ограничению урожая. И они вынуждены покупать товары в магазинах, которые финансируют эти самолеты с химикатами. А еще однажды они спросили меня, не делала ли я никаких прививок в последнее время, потому что у одного из детей после моего приезда пошла из носа кровь. Они предположили, что, возможно, я облучила его своей вакциной. Психические заболевания и нейроразнообразие – это на самом деле одержимость людей демонами. Я считаю, что это самая тупая херня на свете, и мне очень жаль тех детей, которые воспитываются в религиозных семьях, где их заставляют верить, что они одержимы демоном, потому что у них происходят те или иные процессы в мозгу. Этим они не ограничиваются, они подвергают детей сеансам экзорцизма, отчего те иногда умирают в процессе. В прошлом году несколько человек убили трехлетнюю девочку за то, что она была одержима злым духом. Смотри, также убийство Анны Лизы Мишель, немецкой девочки, страдавшей эпилепсией, которая неоднократно подвергалась сеансам экзорцизма. И история, которая легла в основу фильма «Шесть демонов Эмили Роуз». 5G вызывает рак. В 5G нет ничего нового, это та же самая связь, что и Wi-Fi. Только работающая на более высокой частоте. Сторонники теории заговора любят говорить, что чем выше частота, тем больше проблем. Но при этом они упорно игнорируют тот факт, что пульты от их телевизоров и камеры слежения с помощью своих инфракрасных излучателей передают частоты в 10 раз выше, чем 5G. Просто придерживайтесь частоты ниже, чем рентгеновское излучение, и все будет в порядке. Не-не-не, 5G активирует шиповидный белок в вакцине от ковида, а вот 4G вызывал у нас рак. У всех нас. Теория о том, что Титаник не сталкивался с айсбергом. Я бывал в океане и не видел никаких айсбергов. Так Титаник тоже не видел. Что евреи каким-то образом контролируют весь мир. Я живу в 70 с лишним милях от ближайшей синагоги. В моем городе нет ни одного еврея. У нас нет ни одного политика или полицейского еврея. Я чувствую себя забытым. Поверить не могу, что евреи вот так просто оставили меня без присмотра. Заговор о том, что правительство скрывает от нас лекарства от рака. Единого лекарства от рака не существует, потому что рак это группа различных заболеваний. Его существует более 100 видов. Если съесть, то это вылечит. Я знаю одного человека, который считает, что употребление растворенного в воде угля поможет ему вылечить аутизм, который у него даже не диагностирован. Есть группа людей, которые считают, что все голливудские звезды женского пола являются транссексуалами. Помню, как большая группа трансфобов в Твиттер обвиняла беременную девушку Дэниела Рэдклиффа в том, что она транс, потому что она выше его ростом. И пинг за то, что у нее есть мышцы. Конденсационные следы. Это химтрейлы. Водяной пар является побочным продуктом сгорания углеводородов и иногда образует облака за самолетом. Люди, которые считают, что всякий раз, когда они видят конденсационный след, это правительство распыляет химикаты. Просто сумасшедшие. Теория о том, что Всемирный экономический форум – это тайное теневое правительство, контролирующее мир, в то время как на самом деле это группа богатых корпораций, вполне себе публично влияющих на государственную политику. Меня бесит, почему сторонники плоской земли не купят лодку и не свозят людей на экскурсии к краю планеты. Почему не отправят беспилотник посмотреть на стену со стороны? Снятые кадры будут очень много стоить. В американском ситкоме 90-х годов «Динозавры» дочь-подросток не верит в плоскую землю, в то время как все остальные верят. Ее приговаривают к смерти и разрешают выбрать способ, как она умрет. Она просит, чтобы ее сбросили с края земли. Они обходят планету по кругу и она возвращается домой. Я навсегда запомнил этот момент. Я уверен, что большинство плоскоземельщиков попросту всех троллят. Не может быть, чтобы столько людей схавали такую теорию. Когда-то общество плоской земли представляло собой группу студентов, которым доставляло удовольствие логическое упражнение по отстаиванию заведомо ложной позиции. Например, мы знаем, что земля круглая, но как нам лучше всего защитить утверждение, что земля плоская? Они спорили и обсуждали друг с другом, что можно придумать в поддержку этого утверждения, зная, что оно ложно само по себе. Потом появился интернет. Многие кретины не поняли первоначальной предпосылки и цели этой группы. И теперь у нас есть люди, которые искренне считают, что земля плоская. Теория о том, что никакого Сэнди Хука не было. Примечание. Речь про массовое убийство в начальной школе в Сэнди Хук. Чёртовы идиоты. На самом деле, эта теория, пожалуй, расстраивает меня больше всего. Теория про плоскую землю — это просто безумная дичь. У конспирологов 9-11 есть некоторые обоснованные аргументы, как и у сторонников заговора про ковид. Но теория про Сэнди Хук одновременно безумна, совершенно необоснованна, не имеет никакой ощутимой конечной цели со стороны глубинного государства, а также невероятно черства и безразлично к семьям погибших. Из-за теории Сэнди Хук я потерял друга. Чел заявлял, что это был заговор тайного правительства с целью отнять у нас право на оружие. На что я ответил. И когда это правительство пришло и отобрало у тебя оружие? Какой закон они изменили? Где новый закон, запрещающий оружие? Ни на один из этих вопросов я не получил ответа. Только куча бреда, а еще более безумных заговорах. Я не смог дальше дружить с этим человеком. Теория заговора о серийном убийце со смайликом. На Среднем Западе США из рек продолжают вытаскивать трупы молодых людей. Каждого из умерших видели накануне вечером, выходящим из бара. Многие из этих ребят погибли зимой. Не знаю, известно ли вам это, но на Среднем Западе огромная часть молодых людей любит хорошенько выпить. И когда на улице темно, ты пьяный, а берега реки покрыты инем, трудно определить, где кончается земля и начинается вода. Более того, у рек вроде Миссисипи обманчиво быстрое течение. Они невероятно легко могут унести тебя. Тем более, если ты уже еле стоишь на ногах из-за холодной погоды и алкоголя внутри. Патологоанатомы из Центра по изучению убийств разбили в пух и прах версию с серийным убийцей. Меня же бесит теория проманьяка, потому что в населенных пунктах, где созданы группы общественного наблюдения, уже удалось спасти десятки жизней, не дав пьяным людям упасть в реку. А если вы скидываете руки вверх и говорите, «О, ну это же серийный убийца, мы ничего не можем с этим поделать», то такое бездействие может привести к гибели других молодых людей. Мы должны в обязательном порядке создавать необходимую инфраструктуру, например, большее количество уличного освещения и предупреждающих столбиков вдоль набережных. То, что произошло с погибшими ребятами, трагедия, у них украли жизнь. Но это точно сделал не маньяк, оставлявший в качестве визитной карточки что-то вроде смайлика. Чувак, с которым я учился в школе, утонул в Миссисипи после ночной попойки. Немало людей из нашего выпускного класса начали говорить про версию с маньяком. Мне показалось это какой-то лютой дичью. Большую часть своей молодости я провел в барах в том же районе. И у нас никогда не происходило ничего даже отдаленно странного и необъяснимого. Люди, когда бухают, склонны делать глупости. И это часто приводит к трагедиям. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, какая теория заговора и люди, верящие в нее, вас по-настоящему вмораживают. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова